На прошлой неделе президент России Владимир Путин выступил с обращением к народу и объявил о том, что режим самоизоляции продлевается до 30 апреля. При этом в этом заявлении было указано на большие полномочия, которые передаются регионам. Регионы могут принимать решения самостоятельно в зависимости от эпидемиологической ситуации, складывающейся на их территории. Эти процессы идут во всем мире, они достаточно знаковые, они прежде всего направлены на тестирование системы управления, на проверку системы здравоохранения, на то, чтобы перезагрузить экономику, на то, чтобы сдуть некоторые пузыри, некоторые спекулятивные цепочки пищевые. И я считаю, что при всех негативных обстоятельствах, связанных с понижением уровня жизни, воспринимать эти изменения нужно не как повод для паники, а как коридор возможностей. На прошлой неделе в четверг стало известно о том, что покинули свои кресла губернаторы Коми, губернаторы Архангельской области, которые не смогли работать под этим напряжением, которые подали в отставку, потому что оказались неспособны осуществить те мероприятия, которые, например, осуществлялись в Москве. Кстати, нужно сказать, что Москва отработала все вот эти мероприятия на достаточно высоком уровне. И с точки зрения оповещения, с точки зрения организации логистики в это сложное время. И самое главное, люди, наши люди себя проявили с самой лучшей стороны. То есть в лучших традициях советской системы гражданской обороны люди поняли, что лучше не являться раздражителем для правоохранительных органов, для системы управления. Лучше побыть дома и особо не отсвечивать. И это на самом деле, с точки зрения гражданской обороны, очень большое достижение. И в этом смысле заявление правительства о том, что опыт Москвы нужно распространять на другие регионы, достаточно показательный. Но опять же, хочу вернуться к тому, что пандемия явилась репетицией, проверкой на зрелость, проверкой на дееспособность системы управления во многих регионах. Отставки губернаторов и других чиновников на прошлой неделе показали, что не все готовы к работе в новых условиях. И естественно, так же, как и во всем мире, пандемия или вот эта система самоизоляции, явилась точка отчета для некоторых кадровых перестановок. И на эту тему разговоры ведутся давно. Причем у меня на канале есть целая серия интервью, например, с Олегом Александровичем Чагиным, где мы обсуждали кризис системы управления и неспособность отдельных ее представителей работать в сложных изменяющихся условиях. Второй тезис, который у меня был озвучен за это время, за год, это то, что на сегодняшний момент в действующей системе управления механизма реализовать такого уровня проекта нет. На что я ответил, так это еще не война, не похолодание и изменение кислорода. Это просто проект. Он настолько естественен и настолько будет принят, что не надо ждать какого-то кризиса. То есть система управления использует коронавирус для того, чтобы самоочиститься, перезагрузиться, поставить других людей на управляющие позиции и с новым качеством управления двинуться дальше. Это очень показательное событие прошлой недели.